Здрасте! Давно не виделись. С вами Денис. Осквернённый Грааль. Каких собак? Каких? Собак покрасьте. Собак покрасьте. Подошлась «Здрасте, собак покрасьте». Ну, кстати, звучит нечего. Здрасте, собак покрасьте. С вами Женя, Денис и Филипп и 11 глава Осквернённого Грааля. Причём тут собаки не спрашивайте, я не знаю. Просто тупая шутка. Как всегда у нас, впрочем. 11 глава. Подготовку мы уже сделали, и у нас появился вот такой вот... Древесный человек. Древесный человек. А где он, кстати, карта? Вон там. Я вам покажу, а где он читает. Перед вами вновь были открыты все дороги разрушенного мира. Куда же идти? Вы начали странственно, намереваясь помочь Куалахту. Но теперь не важнее ли стала судьба всего королевства или вашего союзника. Учитывая будущее, бушующие на острове ветре искажения, всюду вам не успеют. Миссия. Сделайте одно из следующего. Помогите погибшему Куалахту. Помогите осаждённому Камелоту. Помогите союзнику. Фаршеру, Тимберволу или Вороньему Гнезду. Всё. Фаршеру уже поздно. Положите особое событие Жо на колоду событий. Так, чё там ещё раз города? Теперь шесть случайных событий. Я предлагаю городам не помогать. Куалахту будем помогать. Либо Куалахту, либо... Камелоту. Чё разберём. Зачем тебе эти города? Мы не влазили в их это... Вороньем Гнезде мы вообще не были. Мы в их разборке сверху не особо и влазили. И на Ж, да, сверху. Ну-ка, Мелот. Мы сейчас где? Вот здесь. Если у кого-то из персонажей есть карта секрета 66. Есть? Карта секрета 66 есть? Нет. Может, по-моему, если найду? Нету. Тогда всё. Ну, до Камелота ближе идём. Я предлагаю родную деревню. Мне ближе моя родная деревня. В Манаве это Камелот. Нет, я в Воронье Гнездо хочу. Да, секрета 66, вот он. Я не знаю, как бы, ну... Я за Куанахт. Я тоже. Чё мне тут Камелот? Там это Моргана умалишённая. А все остальные там попадох. Там рыцари. Да мы их там половину перемочили уже. Рыцари. Да. Какие там рыцари? То мы такие, давайте убивать рыцарей. А теперь, ой, пойдём помогать Камелоту. Да нафиг он нужен? Пусть сдохнет там. Но мы... Фаршер уже сдох. Сто шестой нету. Ну мы можем теперь же туда с карманным этим менгиром? Нет, её в принципе в игре нету. Ааа. Мы её умирали. То есть нам в обход идти. А её... Да. Блин, это через этих тварей. Ну это надо... Не, мы же можем вот так, вот так и вот так вниз. Они пока туда пойдут. Они сейчас пойдут наверх. Сейчас у нас события аж будет. Давай события, да. Ты дочитал всё вступление? Теперь стражи двигаются. Теперь стражи двигаются, правильно? Этот менгир на ноль. Убирается. Этот на единичку. Кстати, нам-то хоть один надо поддерживать менгир горящий. Зачем? Ты при возможности любое делай магию. Да магии у Дениса вон 15 штук. Ну это пока у него 15. Они ж не будут всегда. Ясная погода. Стражи двигаются? Да. Сюда пришли. В Тимбер Вол. Вот нам мимо них сейчас надо прошмыгнуть в Куанахт. Ну вот, бесплатно мы идём вниз. И пошли тогда так. Зачем туда? Как мы туда пойдём дальше? В обход. Аа. Давай, давай. Чё, класс. Здесь 106-й нет локации, ты помнишь? Погоди. Мы можем на 118-ю пойти. Вот здесь озеро, я помню. Его тоже нет. А оно вот здесь и вот здесь где-то. Озера нет. Куанахт где-то здесь. То есть нам, да, через вот этот упавший дольмен туда. Ну давайте, первое бесплатное. Угу. Второе по единичечке. Молнии здесь нет. Потом ещё по единичечке. Ещё по единичечке. И ещё по единичечке. Подожди, а с менгиром, где этот карманный менгир у кого? Да вот. Потом перед носом тебя. Путешествие тратьте на одну энергию больше. Ещё по две. Ооо. Мы его с собой таскаем, он тяжёлый. Подожди. Раз. Раз-два. Раз-два. Угу. Беда. Да. Нам теперь сложнее с ним перемещаться. Но нам надо ещё, потому что они к нам придут. Хорошо, хоть ясный день, одно бесплатное. Они к нам придут. Измождаемся. Выбора нет. Раз-два. Раз-два. Может быть, стоите. На предыдущей локации закончите. Я еду наделаю, а ты магией. А как мы потом мимо них пройдём? Они пойдут сюда или сюда? А мы сами выберем. Нет, они же наименьшим номером идут. 132, а здесь 111. Они вернутся сюда. Нет, тогда так. Тогда измнождаемся. Да, так. Синяя карта встречи. Боинг Визитор из Круга. Дипломати. А, дипломати. Сразу плюс один за мою богатую одежду. А, я не знаю, подешиваю. Три этапа. Первый замуж. Три этапа, блин. Три этапа, блин. Три замуж. Здесь не зелёная, у нас уже зелёная. Фигня. Она ещё не зелёная? Зелёная уже. Ну давайте не я начну. Значит плохо карты зашли. Мне тоже. У тебя есть что? Печаль. Ну давай. Раз. Угу. Подбросьте счётчик. Может Славика потерять. Не жалко. Потерял. Надо было сказать жалко. И тогда не потерял. Сначала мы развеять подозрения. Ни фига себе три этапа. Ну это четвёртая. Ещё больше. Два выпада. Потратьте один выпад. Отмените один. Нормально. Потратьте два выпада и два, чтобы... Завершите встречу без награды и провала. Можем завершить, кстати. А чё там за награда? Два опыта и две магии? Энергии как бы две нема. За здоровье. Сожжёт. Сожжёт на костре. Охереть. Сурового вида верховный друид, явившийся изгнать искажения. Крайне подозрительно посматривать на вас. Они стоотаны вернулись. Потерять ещё здоровье, это смерть. Ну да, получим все по карте. Так, смотри. Один вниз, тебе одна рана. Давай потратим один выпад и он вниз не пойдёт. Давай я. Херня, конечно, полная. На один повысится, но подожди. На два надо. Пробуем вот так. Просто поменять ключи. Игнорировать. Хотя нет, это лучше потом кинуть, чтобы заигнорировать. А, ну вот это подходит. Симпатия зелёная, это не работает. Я для ключей. Вот это срослась. Добор карты один, наверное. Один. Добор карты. Так. Ну и вот так. Игнорируйте все стрелочки вниз. Одну рану получил. Избрас. После реакции срезано. Твой ход. Ну что, на один подними вверх. Не че. Да как? Да серьёзно, не че. Ну вон тушкан есть, и просто внизу есть один вверх. Ёпарасоте. Ёпарасоте. Вот это вот, потеряйте одну славу за каждое, и наверх за каждое очко, на два в принципе. Делай. Потеряйте одну славу. На два вверх сделала. Раз. Закончила. Ход закончила она. Да? Да. Теперь новый ход. Теперь мы все добираем. По одной. По одной, блин. Если не зелёная, наверх. Вот. Вот это ходи сейчас ты. Он сейчас идёт вниз и срезает, и только сова работает. Если не зелёная, то наверх. Используйте все, как наверх. Это. Это для всех. Для всех теперь. Всё, у нас теперь все, короче, вот эти штуки будут вверх удаваться. И всё, да? Я. Ты всё. А, он её сейчас срежет, если ты так оставишь. Смолния есть чем-то перекрыть её? Просто перекрыть. Есть. Если симпатия не зелёная, но она... Но он её срежет, и ты ещё одну славу потеряешь. Да нет, не сюда, дальше. 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 Вот так она пойдёт, Соня. А, да. И чё? Смотри, мы теперь тратим один выпад. Я одну славу теряю. Да, смотри, он эту карточку срезает, поскольку у него реакция на втором этапе. Вот мы сейчас поддерживать беседу с ним пытаемся. Он её срезал, тратим один выпад, чтобы он вниз не пошёл. Согласны все? Да. А теперь, если эта карта срезана, то вниз. Она пойдёт вниз в любом случае. Блин. Славу она уже потеряла. Не потеряйте ещё славку. Потеряла уже. Это ей. На, это твой сброс. Сброс. Так. Симпатия зелёная. Карта. Ё-моё. Всё вам рассказывать. Прописные истины опять. Раз, два. Товарищ инквизитор. Раз, два. Мы не можем быть теми. Карту взял. Мы вернулись из Туатана, потому что мы могли. Ну это же просто. Ну это ты, ты пушки. Инквизитор тоже мне. Ага. Просто поддерживай беседу. У меня шляпа полная в руках. Так. Потеряйте одну. Здоровье потерял. Вверх на два. За каждые две. Две. Раз, два. Всё, третий этап. Добор карты. Вот. Прекрасно. Нет, почему добор? Походил только ты и я. А, мой ход. А, хорошо. Симпатия не зелёная. Прекрасно. Я играю вот так. Симпатия не зелёная. На один вверх. Здесь умножение на два ещё. Раз, два. И добор карты у меня. Ну давай ещё два. Блин, молния за магию. У тебя нет. Нет, не могу. Не могу. Если срезает, получите один. А он не срезает, он просто на два вниз теперь идёт. А, блин. Ну, считай на один вверх. Новый ход, добор. Вот, теперь добор. Да сейчас уговорим. Вот, хорошая карта. Была бы магия, блин. Погоди, нам теперь получаются любые символы. То есть, не обязательно только сова и я. Да. У нас работают теперь вот эти. Все. Вот эти вот штуки. Повышают вверх. Раз, два. Я могу ему на два сделать. И следующий, кто будет ходить, возьмёт карту. Давай. Пошёл вариант. Чё? Ну, на два это типа, но он ни туда, ни сюда, пока не двинется. Набор карты хорошо уже. А это не работает? Раз, два. И следующий, теперь только решите, кто из вас будет ходить, тот возьмёт карту. Один икс. Ну, я давайте. Ну, он сейчас в конце его хода раз-два делает. На два вниз. Да. Давай я. Четыре. Бери карту. Взял. Да. Блин, энергии нет. Энергии нет. Здоровье. А, здоровье можно. Нет, тут потеряйте одну энергию, получите один выпад. Не можешь потерять энергию, теряешь здоровье. А, можно, то есть. Смотрите, сбросьте любые карты из руки, получая два вверх, теряя один за каждые две. То есть, я могу... А, нет, не смогу. Хотя смогу. Ну-ка, на сколько вот это сейчас вверх его долбанёт? Четыре надо всего? Раз, два. Ну всё, тогда делаем вот так. Ну-ка, может быть... Да. Вот так, смотрите. Раз, два. Ну-ка, может, это сойдётся. Это добор карты. Тут потеряйте здоровье, получите один выпад, потратьте выпад. Следующую карту нет. Подожди, сейчас. Следующую карту без молнии. А, ну у меня другого выхода нет. Эту я должен играть, поскольку молнии. Потеряйте одно здоровье. Два выпада на эту карту. Один ещё начисляем за тушканов. Ну вот, они сошлись. Ещё одну карту я добираю. Ну и добей его. Ну и да, вот так вот. Трачу выпад. Икс-2. Всё. Так, всем по два опыта и по две магии. Магия, это хорошо. Да, это точно. Вот так. Всё, что есть. Достань красный. Магия, два опыта. Это уже пять. Два опыта. А сейчас я разменяю. У меня получается восемь. Я, кстати, золото тоже могу. Восемь опыта. Куркулью. Пять. А синий-ка нет. Две магии. Есть. Хух, жёсткий инквизитор нам, конечно, попался. Ну, четвёрка. Чё ты хочешь? Ну, нормально. Зато никто не потерял всё здоровье. Да. Ну, мы бы все потеряли. Это Дениса. 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 Мой-мой. 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 Блин, надо PSP себе купить. У меня есть. Он сейчас дешёвый, вообще-то. Тысяча за две можно бушный взять. Да. Купить себе PSP и лакароку, если бить. Да, равно. Так что там две части. Вторая, конечно. Вторая круче. Так. И потопон. Мы вот здесь. Лакарок и потопон. Всё, больше ничего мне не надо. Ну, вроде там мы и остаёмся. Ладно. Да, нам надо заночевать. Не, подожди, нам надо перейти. А мы не можем. Мы все в нуле. Потому что... Подожди. Вот здесь мы. Вот синюю карту встречи, мы же вот здесь разыгрываем. Да, да. Тогда всё, отдыхаем. Поели? Поели. Сны здесь не снятся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп. Наверх. Слушай, ты когда измождён, не восстанавливаешь здоровье, когда ешь? Нет. Нет? Нет. В измождении? А, нет. Ешь. В измождении ты просто начнёшь. Всё остальное всё так же. Да. Так, стражи. Мингир этот ушёл. Этот в следующий ход уходит. Это всё потухло. Слушайте, а что мы будем мингир вообще зажигать? Зачем? У нас вот эта штука есть. Нам не нужен мингир вообще. Так если он уйдёт... Ничего не будет. Останется та локация. Одна локация, на которой мы находимся, останется? И всё. Где это сказано? А как тогда это вообще будет работать? Да всё нормально. Он у нас всегда с собой. Да. Самодельный, да? То есть мы на одной карте и чисто вот так перемещаемся. Прикладывая карту за магин. Она уходит. Всё нормально. События. Ещё одна ясная помочь. Ой, прекрасно. А нам вниз, да? Или куда нам? Сначала надо приложить локацию. Давайте. 118. Потратьте одну магию. За игрока. За игрока. На двое. Две магии. Дранати. Прикладываем 118. И на неё мы бесплатно сейчас путешествуем по ясному дню. Бесплатно за 1. По ясному дню бесплатно. На минус 1. А у нас плюс 1. Тогда за 1. Священные равнины. Вот, пожалуйста. И от них справа, по-моему, Куанахт 103. Куанахт это 101. Но сейчас вместо него у нас Куанахт 121. Ещё ниже, что ли? Подожди, за идти. Да, вот, 103. На 103. А потом вот здесь. Туда ещё дальше. Да, 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 всё верно. Значит, за 1 идём сюда. Да, все по одному потратили. Все по одному потратили. Идём сюда. Ещё магию открываем, да? Да, ещё магию. Две магии. Давай. Да я потрачу. У меня полно. 103. Блин, чего бы мы без этой магии делали? По мингирам бы путешествовали. 103. Теперь по 2 энергии. Это ты только приложил за 2 магии. Теперь по 2 энергии тратим. Раз. Можешь что-то за меня кинуть? Давайте не будем изнамаждаться. Ребят, мы так больше потеряем. Сделай еду, у меня еды нет. Это не поселение. Отлично. Давай тогда сюда, мы перешли не за мой... Кто-нибудь за меня заплатить, когда мы сюда перешли? Один я могу кинуть. Всё, теперь я делаю раз, два, две еды. Давай три. Хорошо. Все по одной еде, мы сейчас её тут же потратим. Всё, спи. Я предлагаю дальше не изнамажаться. Сны здесь снятся на священных равнинах. Ну, посмотри, что там. Мы их уже видели, кошмары. Номер какой? 118? 118. У меня хороший сон тоже. Это мы всё тогда убираем. Всё, этот уходит. Мы оставляем только одну свою. А эти где? А эти куда? Все по одному энергии. Слышишь, чё? Если у нас будет всего одна карточка открыта, они же к нам придут. Или как? Вот сейчас их поглотила эта херня. Всем по одной энергии, да, дополнительно? Во сне. Да. Ну, так сразу же уходит, когда их поглощает. Совсем? Да, это этот вылазил там. Они совсем уходят. Они где-то там. Слава богу, мы от них оторвались. Вот так, то бишь, да? Да. Всё равно мингирю надо зажечь. Будет какой-то. Но мы стоим там, где есть. Или не надо? Что? Мне кажется, не нужно. Ты мне сейчас анус подожгёшь. Не надо ничего поджигать. Открывай события. Бросай кубик туда. Зелёную карту встречи открывай. Не надо ничего бросать. Так ты сказал бросай, а бросил. На. Шелки. Шелки. Ну, с такими щелками мы дрались. Так, минус две жизни у меня. Бой. Минус две жизни. Раз, два, три. Сейчас я его разорву. Спокойно. Не держите меня, не держите. Тебя никто не держит. Так, внезапная атака. Хоп. Здесь ничего. Раз, два. Сколько? Тринадцать. Фиг с ним за одну магию. Раз, два. Удваивается. Три. Это шесть ему. Четыре. Возьмите шесть. Шесть и один за этот. За... Ну, короче. За меч. Так. Теперь. Ага, не получится. Ага, вот это получится. Вот такое себе, если оно получится. С пяти до девяти, две раны и ужас. Так, грязный прием. На тебе. Еще два. И плюс один за меч. Три. Пять. Десять. Еще три. Убери, короче, два, наверное. Я не буду... Ладно, у меня магии много потратил. Надо было не тратить. Так. И... Три. Осталось три. Добивай. На тебе. Раз, два. Раз, два и один за меч. Три. До свидания. Оперативно. Один опыт, одна магия. Всем по опыту. А, одну магию Денису. Угу. Неплохо, неплохо. Все, погнали. Со всех по два. Мы плюс одну получаем за сон. Да, я начислил. Все, начислили, правильно? Уже потратили. Вот так. За вот это. За бой. Все правильно. У нее госпехи тяжелые. Раз, два. Раз, два. Еще раз, два. А, теперь откройку Анахт. Две магии, да. Сто один, но у нас сто двадцать один. Потому что тут... Мы пришли в родную деревню. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Она другая. Она изменилась. Погибший Куанахт. Он все-таки погиб. Открыли. И раз, два. Со всех. Пришли. Раз, два. Идите кто-нибудь исследователь. Давайте я. Не Куанахта сочтены. Я пошел. Давайте со мной кто-нибудь. А, у всех. У меня еда. Еды нет. Блин, ну давай ты на воинской ярмарке сделал. Три штуки, да. И изнемодился в ноль. Всем раздай, по идее. Ну, давайте. Готов? Да. Замирать. Нет. Я хотя бы кубик нормальный теперь пробрасываю. Ну, да. Дважно. Сто двадцать один. Если у вас есть первое достижение, покинутое место. Нет. Вообще не одно. После долгих странствий вид родного дома должен был подарить умиротворение. Но у вас лишь защемило сердце. Даже издали вы поняли, что Куанахту и его жителям пришлось не сладко. Земля вспучилась и треснула. Знакомые дома и места исчезли, а охранный менгир опасно навис над краем пропасти. После череды переселений и бойни на полпути в деревне остались лишь несколько десятков жителей. Приблизившись, вы поймали на себе их усталые и печальные взгляды. Гляжу, наше послание дошло по назначению, мрачно произнес один селянин. Неужто мы наконец дождались помощи? Да? Нет? Да. Выжившие Куанахцы нуждались на наставлении. Остаться ли на месте или забыть о даруемом менгирам безопасности и отправиться на поиски угодий позеленее? Вы остановились у одного из последних уцелевших домов. И люди выстроились вокруг вас, надеясь, что вы развеете их отчаяние. Отвести нельзя. Глава 14 нужна. Пообещать немедля отправиться на поиски безопасного места. Нужны все персонажи и глава 10-12 это завершить текущую главу и окончить все просии миссии. Да. Будем спасать родную деревню. И повелеть им ждать. Все игроки нужны. Мы здесь. Ты один пошел. А, все игроки следовать? Ну завтра. Завтра пойдем все. Закончим быстро одиннадцатую главу. Да. Ну потому что мы же пришли спасать деревню. Ну типа надо сделать выбор. Кого мы будем спасать? Всех спасти невозможно. В родную деревню, конечно. Тут написано, что нужна карта шестьдесят шесть. Или это если есть? Тут написано. Либо так, либо так. Либо так, либо так. А, окей. Ну значит все на этом. Ну правильно. Вот. Одно из следующего. Куанахт. Ну все тогда. Спим. Да. Сны. А мы поели. Погибшим Куанахте я вижу сон и вы тоже. Поели, да. Сейчас кидай. Хороший, как и вы. Мирно голубело небо, а летний ветерок трепал луговую траву и шатры войска Артура, поставленные вокруг священного Менгира. Солдаты готовились продолжить поход на запад, но часть поселенцев решила обосноваться здесь. Вот эту кстати убираю. Да, да. Вот эту убираю. Да, может по одной типа. Просторные поля, близкий лес и этот тихий луг казались идеальным местом для новой деревни. Люди увлеченно строили себе дома и назвали новое поселение в честь полузабытого народного героя из родных земель. Так мало-помалу рождался Куанахт. Каждый персонаж, к вам приснился с отцом, получает одну энергию. Плюс один. Плюс один, я еще полечился. Все? Все. Так, эстрафа 6. Ну все потратили по энергии на исследования. Да. И читаем. До этого момента вы крутились как белка в колесе. Союзники, воины, таинственные реликвии и вывозки в ускажения. Но теперь пришла пора откинуть лишнее. Вам нужно было спасти своих земляков. Наверняка на Авалоне есть места, не под властные искажения. Но нужно найти хотя бы два таких. И перейдите к... Все... Вот так. 777. 777. Портюша. Кому чё. Напиток молодости. Напиток молодости наш. Вы были вымотаны и очень устали. За месяцы, прошедшие с того дня, как вы покинули Куанахт, вы искали Грааль, убегали от предтеч и на равных говорили с властителями острова. Вы изменили историю и заслужили вечное место в легендах. Но ни один из ваших подвигов не смог остановить падение Авалона. Быть может, надеяться на иное не имело смысла. Ведь что мог сделать босяк из глухой деревни, если это не удалось ни рыцарям, ни чародеям, ни даже самому Артурам? И всё же вам не хотелось сдаваться. Если падение Авалона не избежать, вы, по меньшей мере, поможете выжить его народу. Сейчас, когда Менгиры мертвы, а дороги отрезаны искажением, лишь вы могли принести надежду изолированным общинам острова и сопроводить их в безопасное место. В конце концов, что толку в легендах, если их будет некому рассказывать? Поздравляю, вы закончили главу. Каждый персонаж получает два опыта. О, у меня уже 11 опять. У меня уже 16. Третью карту буду брать. Круто. Круто. Если число игроков 2-4, получите карты секретов 4 и 42, если у вас их нет. Карта секрета 4, это неистовство. Пока это карта в игре, все враги получают черту ярость. И 42. Ой-ё. А ярость? Что там? Сейчас узнаем. Недоверие. Каждая первая разыгрываемая за активацию карта дипломатии приносит на один верх меньше. То есть на нуля будет. Ты на один выше, а она на один меньше. Хочешь прикол? Что? Сбросьте все карты событий, включая активные миссии. Затем либо сохраните игру, либо возьмите карту по готовой главе 13. Сразу на 13? Сразу на 13. У нас не будет 12 главы. Офигеть. То есть получается все 15 не надо проходить? То есть зависит от того, кого мы выберем, мы пойдем либо туда, либо туда. Да, это типа развилка. Прикольно. Следование окончено. Это нам 13, 14, 15, 3 главы. Ну, у нас получилось короткое видео. Короткое видео. Ну, давайте дальше сразу. Давайте. Сейчас быстренько подниму. Типа это так. Тринадцатая глава. Для Авалона почти не осталось надежды. Но его жители не должны умирать вместе с ним. И лишь вы с вашим передвижным менгиром можете отыскать безопасные места, где они смогут выжить. Миссия. Найдите или помогите создать хотя бы два места, защищенных от искажений. Получите хотя бы две части достижения последней гавани. Успех. Когда у вас был хотя бы две части этого достижения, вы можете в любой момент закончить главу, перейдя к строфе 611 книги секретов. Положите особое событие Е на колоду событий. А у нас ни одного части нет? Ну да, откуда бы они взялись. Затем положите 8 минус 1 за игрока. Это 6 случайных событий на колоду событий. Только помешаем. Карта секрета 78 есть. Разыграйте карту глава 13, часть 2, из колоды событий. Прямо сейчас? Да. 3, 4, 5, 6. Нежданная встреча. Вскоре после рассвета вы заметили исполинский силуэт, возникший в утреннем тумане. Приняв его за возвратителя, вы обнажили оружие. Но вот фигура приблизилась, и вы почувствовали дрожь в коленях. Перед вами пристал Артур, король былого и грядущего. Его доспехи были вывернуты искажением, а тело покрыто ранами. Он медленно поднял руку приветствия. Вы поспешили упасть на колени и протянуть ему его же меч. Скользнув взглядом по легендарному клинку, он покачал головой, а после продолжил свой путь на северо-восток. Вы решили, что там, куда он направляется, меч ему уже не пригодится. Новое задание. Узнайте о дальнейшей судьбе короля Артура. Для прохождения кампании знать эту тайну не обязательно. Северо-восток, то есть если мы вон туда пойдем, это вот за Артуром, куда он ушел. Но нам надо гавань искать. Мне кажется, он камелотом пошел. На северо-востоке как раз камелотом ходит. Либо он пошел в усыпальницу этих. Усыпальницу ему. Так, ну да. Ну что ж, нам надо искать гавань, у кого есть какие идеи, где это может быть. В Туатане? Вообще непонятно, куда идти. Так, мы сейчас где вообще? Мы в Куанахте. Ну он пошел, да, либо в камелоте за высыпальницу. На северо-востоке, скорее всего. Да, скорее всего, в усыпальницу он пошел. А мы? Ну за ним идти, типа, нам точно не надо. Ну, как бы, если хотим узнать его судьбу, можно. Вот этот остров. Ты на не попасть. Ну смотри, может быть, пойдемте на гавань, где мечи побросали. Посмотрим, что там. Может, там что-то сможем найти. Тринадцатая глава у нас. Вообще, у нас сейчас две встречи, вот, со Слуа и с... Давайте, размотаем их потом. ...с сердитой толпой. Я думал, он у тебя клинок заберет, а он посмотрел, типа, такой не нужен. Ну да. Тем более, он какой-то... Ну, он, походу, пошел умирать в усыпальницу. Это дух его был. Ну, не факт, что дух. Ну, короче, он пошел искать... У них же там усыпальница этих рыцарей, и он пошел туда. Давайте, что, сердитая толпа... Типа, зачем ему мечи, если он помирать собрал? Нет. Слуа первый. Первый Слуа. Четыре раза сказал, но он... Поскольку у нас сейчас карта секретонистовства действует, он получает черту ярость. Это значит, что в фазе 3 он дважды будет свою... Да, берем три карты боя, а нет, не есть. Намок этим и подраться, как раз. Ооо. Ты размотаешь? Три, сейчас посмотрим. Минус 2 хп у тебя. Так. Размотаю. Ну давай. Ну давай. Хотя... Что-то такое, если не... Можно перезнать, да, и получить зли. Так, подожди... А, вот, я могу карту взять. Отлично. Замечательно. Да, возьмем карту. Поиск слабости. Поищем слабости. Возьмем карточку. Поиск, лучшие карты. Да, мне тоже не везет. У меня всего только один урон за магию. Плохо. За него всего один опыт дают. Блин, а я хотел вкачаться. Ну ладно, пока делитесь, я пока вкачаюсь. Ну типа... У нас нет... А, у нас еще спальня. А, у нас еще спальня не было. Так что не вкачаешься. Ну да, да. Ладно. Блин, вообще не поперло. А что он делает три и получите два страха? Так в два раза больше уже наносит. Д, шесть. Шесть и четыре страха. Это жопа. Нет, давайте я пересдам все-таки. Это фуфло. Пересдавай. И если что, мы проиграли, если что. Ну нет, счет. Да ладно, сейчас заново быстренько кампанию начнем. Что лучше? Нет. То же самое. Давай я начну. Начинаем. Мощный удар. А, блин, там не сходится. Давай я тогда. Не, не, подожди. Кабаны, кабаны, сука. Поиск слабости добираю кар. Кабаны. Потеряйте одну энергию. Я сейчас внес ему три. У меня есть три икс, ты бы этот лучше потом использовал. Ты мне оставишь эту карту? Ты сама от его атаки сейчас не загнешься? Возможно. Ну, ты тоже. Давай я попробую. Нормальный у меня план, смотри. Вот так я вношу ему три. Теряю одну энергию. А, я уже потерял, по-моему. Да, потерял уже одну энергию. Еще один за каждого кабана. Вот один кабан сошелся. Четыре. И вот у меня есть карточка. Пять-шесть. Пять-шесть. Но плюс одна рана. А, и возьмут карту. Игрок. Отлично, это мне нужно. Смотри, с двух до шести я получаю четыре раны. И потеряйте еще. Словно, я полечился на четыре. Охереть. Давай я, я возьму карту. Давай. Да, давай. Это жопа. Да, почему одни и те же мне лезут? Карты. Хрен с тобой, золотая рыбка. Одну карту сыграл. Молоденький. Замеч. Вы, блин, чё, издеваетесь? Почему в ней лезет всякая херня? Ну, если он сейчас отлечится, это все. Это можно просто заново главу начинать. Я предлагаю откатиться к сейву и просто пересдать. Ну, это самое начало главы. Мы просто пересдадим себе заново все карты и все. Загрузка. Хочется посмотреть, что будет дальше, блин. Какая херня какая-то напала. Ну, блин. Давай первая. Может быть, все-таки толпа была лучше. Ну, давай. Все сдаем по три. Наехал на филу и сам выбрал другого. Да, мудак, потому что. О, нормально. Ну как? Понятно. Лучше? Да. Давай. Раз, два, три. Сейчас я его размотаю. 16 толпы. Получите один за каждой полученной в этой атаке. Может, я начну. Подожди. Сейчас. Ты добьешь. Добьешь, добьешь. Добьешь. Ха-ха-ха-ха. Карту взял? Два. Два удваивается. Четыре. Плюс за карту пять, короче. Да? Сразу. Сходу. Скалибур тащит реально. Либо поместите три выпада на эту карту, либо поместите один выпад на другую карту. Зачем? Ну, карты перезаряжать какие-нибудь ценные. Я понял. Нам с этой херней нужны карты, которые вообще отменяют атаку. Вот семь, десять. Это нормально. За магию. Поищем у него слабости. Возьмем еще две карты. Один ему отмечает. Теперь. Отлично. Критически ударно. О, это еще шесть. Это еще шесть. Ну, что если вы там накидываете? Три. Три. И один за меч. Там еще не все. Нет. Считай. Тринадцать у него. Нет. Да нету, нету, нету. Пять отнял. Да нету. А что нету? Я разменять хочу. Ну, нету. Еще раз повторить? Нету разменять. Нету. А, ничего себе. Да не, не надо. Ну, и моим любимым броском добил на его нафиг. Два опыта, два золота. Всем по два опыта, два золота, две еды. Нет. Награда всем по два опыта. Да, я так и говорю. Всем по два опыта, а два золота и две еды это добыча. Так, еда мне, и нет ей. Два золота кто получит? Да берите кто хотите. Давайте я. У тебя мало. Вон пусть мы возьмем, да. Все там. На. Вот это хороший кард. Вот теперь давай то же самое на слоуа повторим. Давай. Все, толпу мы размотали. А, блин, у меня была минус энергия за начало боя, еще минус энергия за второго боя. Так. Терри. Ну, теперь сейчас еще. Те же карты, елки. О, у меня хорошие. Там вообще спокойно. Реально те же я спрошу. Спокойно. 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 Там кабанина, да? Так. Так, и вот так. Хлоп, хлоп. Да, вот так мы не сыграем. Так, поехали. Здесь первое это тщательное планирование. Один за меч ему. Потеряйте одну эту. Теперь каждый на этапе добора на одну больше, но надеюсь мы до этого не доживем. Вот так. Четыре. Пять. Пять за меч. Так. И в наступление. Это четыре, пять, шесть. Шесть. Откуда? Два, три, четыре. А, подожди. Стой. Раз. Три, вот так. И еще и три, четыре. Вот так. Вот это что-то дофига. Угу. Итого? Восемь. От семи до десяти. Четыре раны тебе и два ужаса. Четыре раны. Шесть ран. Пять ран. Пять ран. Пять ран. Смерть. Бери. Вы умираете. Я его сейчас добиваю. Сколько у него? Четырнадцать. А сейчас уже нанесено восемь. ну и нормально еще два ужаса и отступайтесь текущий я ушел так я же сберу карту так этому будем играть вот так раз он отлично как раз два предмета это два секреты не считают вот так это 6 и все по моему считаю все он отъехал ты опыт получается не получаешь такой вышел из встречи это две магии нам по опыту я вышел сбой ничего не получил да мне две магии тебе моя очень не нужна на тебя одну все зато минус пошли вон у меня за 2 я делаю себе перевязку рам у меня единичка все отстаньте а одну еду могу сделать а я поселить блин я не поем что можно сделать вот получите одну еду раз в день слова мощь осла спасибо не надо исследовать я могу здесь зачем ну не знаю мы тут исследовали уже исследовали ну давай сходи не подожди давай по соседству у нас где-то было это это наверх надо идти за едой по моему да наверху от куанахта можно еду добыть но там придется зеленой встречей вступать столкновение а там жопа я там сдохну и я нам сдохну потому что мне нельзя сейчас вообще в бои уступать тогда ну не поем я один день ничего страшного но просто у меня поешь не восстановишь у меня куча энергии магию вот одну мою я сделал раз-два больше не могу потому что больше четырех нельзя где вы конец дня хотите а чё нам делать тогда забой одну магию и дай а точно точно вот так две магии я тебе отдал и еще сделаю раз-два еще одну себе вот так ты можешь как ковнуть 4 стоит не надо ковнуть сюда никого не ты можешь сейчас открыть нам о карманник одно золото раз в день в поселении куда мы пойдем давайте определяться я в гавань предлагаю помните что там они приехали эти гиганты какие-то и мечи покидали а где у нас было там если вы проходите главу 13 вот где это было где это было фаршер все забываем просто сейчас тратить магию идти в те места где нам ничего не даст смысла нет если есть 105 посмотри если вы главу 13 проходите 105 это какая локация это которая мечи вот эти есть смысл туда идти 4 до конца нет смысла да можно попробовать залезть на один из мячей ты уже лазил наш кельнулся пошли направо это 104 и что нужно значит тогда найти один выживший город который наш союзник и туда все переселять да кстати фаршер нет фаршера нет нашли в мой раз на либо воронье гнездо либо кто-то еще вот там два города который мы мингир который был перед перевозимый мингир фондорка шмандорка до бундорка и фондорка один разрушенный а вот туда можем на на куанахцев подселить типа беженцы пришли там обосновались короче нам в один из городов надо идти по любому что выбрать какой пойдем в бундорку ну пошли ну это вверх там по пути кстати еду можно делать у нас конец дня я не ем что это делает мне нет нет у меня энергия противном случае уменьшить энергию до нуля энергию до нуля и спасибо и на четыре раз два три четыре два потому что теряя 1 прокачиваюсь за 10 опыта смотрю что тут есть по картам я тоже какую тебе дать я буду да давай часть камни у меня тоже туда фига да не все в разброс идут ну дай часто части но но вот колдовское врачевание лечить ужас и здоровье за одну минуту где это для себя вот это я уже не могу у меня уже одна карта есть вот это не могу так змеи у меня нет а вы становитесь измождены только когда энергия достигает нуля то есть единица еще может или вот в конце дня если вы не измождены получить еще один дополнительный вот это прикольно ой синих карт выбирать одну вы их раскладываете поэтому события могу за магию менять события тратить магию и события когда смотрим если не нравится могу за магию под низ колоды долгая сытость мне нужно вот я вас освобожу от снабжения меня едой отдыхая получаете здоровье и теряете страх даже если не едите хотя с другой стороны энергию это все равно не даст все не поем я все равно у меня будет всего четыре этих давай возьмете тратить магию магию кушать давай эту наверное а у меня филин уже улучшен нет это я не могу я могу это долгую сытость возьму я возьму вот это сейчас или никогда возьмите одну дополнительную карту своей активации раза встречу ой тебе очень нужно мне это раз два три четыре каждый за 10 кстати мы тупые дачу она считается 3 агрессивность 3 храбрость а ну уже поздно это когда кубиком прибавляешь дай господи короче а ты чё куда тут еще одна голода а вот правильно наехал просто ты рядом у тебя и на это будет четвертая четвертая за 8 опыт потратила на 8 да а это будет у тебя там опыта блин здесь это за 10 уже все остальное будет а два в паре тогда можно вообще качать если это считается как еще один кубик смысле ну вот ты тогда можешь наверно только одну сторону улучшить ты можешь еще добавлять все это по 10 блин так я мог эту жрачку вот тогда я беру себе я магию буду кушать да вообще без проблем ну чё погнали место искать погоди мы вот это вот можно убрать да мы прокачали сочи ли собирай чё куда мы там фундурку бундурку идем да ну направо куда-то да направо вверх я помню я помню наверху здесь это жрачку можно было мы можем посмотреть ладно я теперь магию я теперь магию могу жрать нет смотри хотя нет у тебя все равно будет падать в ноль и восстанавливаться до четырех но ты сможешь лечиться и ужас сбрасывать без еды 104 и 102 надо посмотреть чем 13 у нас нет смотри вот так сожженный канклав вот так а вот этой у нас нет то есть 107 нам 107 уйти ну давайте через поиски ты нам нафиг не нужен а здесь встреча будет серая не надо давай тогда вот наверх пошли блин замеем арии подожди и открыли до каждый по 2 потратил почему потому что с мингиром не подожди мне нельзя я одну только подвожу спим да я съел магию а я в ноль вот это да и в ноль теперь плюс 4 как думаете завалим мы какую зеленую зверушку я умру драться нельзя вы либо вдвоем делить вдвоем завалим мы просто еду добудем что мне магии на три дня то хватит ну а вы чё жрать подожди события ясно помоя блин мы меньше тратили чего меньше нет два потратили фича два мы потратим так мы были тут и пошли наверх раз два это должен был до этого открыть до того как мы пошли наверх значит не два а один поздно уже да ты не открывал события да будем считать что открыли оно ничего нам не принесло вот теперь оно действует а вот теперь действует нужно одно случайное срезать тогда одно событие срезать надо ну там же буквы все приближается этот особая мы его несмотря пусту уберем так чё поиски еды получите две еды возьмите зеленую карту встреч будем делать да но вы вдвоем зеленые там могут нас а чё ты повысил сейчас там может быть четверка а мы же прошли нет на завтра только мы поели подожди 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 мы поели все восстановилось все все правильно он сделал это ты на 4 только восстановилась да все ты что-то во времени пространства потерялась все зайду и пойдем нет две добудем еще на кого-то поохотимся там может быть четверка и вы не затащите там тройка четверка смотрите как хотите без Дениса вообще не идти Денис сфармит две еды я могу вам я могу уже сфармить три еды и если куда-то идти то не я тебя перетащу тогда давай вот вам три еды пожалуйста ну берите себе и Жене а я пока магией питаюсь ну бери себе две открывай следующую локацию направо 107 это две магии взря ты магией питаешь ну ладно пусть питаешь но в следующий раз я буду тратить ну дай мне тогда одну иду чтоб магию сэкономить ну да ты магию не можешь тратить только я могу у меня аскетизм ну за Мингир то все могут тратить ой да потратьте одну магию за игрока любой из нас может это делать а да я ты об этом смысл там синяя карта встречи идем так смотрите за себя 1 2 за дениса 1 2 синяя карта встречи заносчивый богач бомжач хотя бы троечку так сразу он плюс один ты богач и я богач видишь какие у меня одежды богатые каждая первая разыграем из активацию карты дипломатии приносит на 1 вверх меньше каждая первая за активацию ну каждая первая у игрока да так что он минус режет и срезает карту голове и он так первую вот эту сыграем болезет только ключей пропадает так поменять ключи мне это за магию не пойдет ну давай ладно вот так начну на один вверх его сначала успокоить потом еще примириться надо, е-мое погоди, каждая первая карта начну один всего блин плохо очень плохо а что нам там, ага, мыши на потом минимум походить на потом когда будут мыши ну давай вот так попробую ладно, смотри, вот эта первая разыгранная карта она ничего не дает остальные все у меня работают как обычно да вторая за магию я могу ее только сыграть придется магию тратить ну трат но он идет блин, а это ж не срабат на один ты в начале играешь потом думаешь херово да не, мне в любом случае вот так играть еще один да, и подбрасываем счетчик надо, чтобы Грааль выпал так, там камера работает выключаем да еще одну и и потом я его раскатаю а, смотри что его реакция минус один одна рана да эта карта срезалась давайте Жень, надо два накатать два дальше я потом ушами его накатаю ушами накатаю ну, ключи я сделал как мог хорошие почти все кроме птички не работает сейчас вообще ничего не работает но только нижние нет в плане он первую карту не засчитывает да ну и нет он не карту не засчитывает а одну стрелочку если сделаешь две стрелочки она на один пойдет вперед короче клади первую любую а потом рассчитывай на молнии выстраивай так, чтобы молнии сходились ну, любая любая, вот а теперь можешь подожди если симпатия ага это не считается ага потом это никак тут за магию только один вверх за магию и еще вверх если за славу а нормально два вверх за магию трать магию трать славу два есть все тысяч а теперь денис за свою активацию один раз за встречу можно взять хоп первая не работает замечательно у меня это устраивает и его нет ну у меня эта карта вообще никак не собрала тушкан тушканчики и он теперь на два вниз идет ё-моё ну есть же карты которые почему мы от него не ушли от меня там была бы серая встреча с опытным воином и три славы потеряли бы ну ладно да уже почти да второй этап сложнее у него так первое типа ничего подбрасываю щёчек ничего не происходит ничего не происходит теперь подкупим богача подкупишь да нифигасе там взяточка на два вверх 1 2 можете потратить одно золото или сбросить предмет чтобы на два вверх за золото угу так еще три ну я не сделаю ну вот так уклоничь сюда кладем два выпада теперь его активация на два идет вниз я трачу два выпада и не отлично и теперь ходите вы так так ты ходил аж уже все походили по одной карте по одной карте по одной карте добираем плохая карта у меня вообще ни о чем ничего не смогу два вверх и два выпада делай делай это один вверх угу это это нормально ты отменяешь его два выпада чтобы он вниз не шел на один вверх пошел аааа первая за активацию ааа она вверх не идет ты просто ход пустую тратишь ты лучше их не играй а прибереги на следующий ход блин он на 2 вниз пойдет может лучше денис тогда первым что сделать есть чуть-чуть сделать не только добор карт не так он же на 2 вниз пойдет после моего входа но ты сейчас карту заберешь что за набор карты вот просто плюсик но ты сейчас возьмешь карту муж и еще раз а ну а вдруг она не зайдет других вариантов нет у тебя херня да ну давай попробуем принципе а если срежется то 2 вниз на ну все тогда два вниз все карту то я достал ну и смысл нет смысла но мы рассчитывали что мне картка эта прикольная попадет она не зашла тщательно планирование взял карту потерял одну эту зато на пол каждый будет добирать зато надо больше так отлично пустое пустое обещание богачу так что у нас там за эти нам нужно тушканчик лежит давай сделать все все раз-два же оставь его хотя бы на этом уровне то есть вот как ты до этого делал до этого ну типа короче если пойдет вниз один не считается тушканчик на один вверх на один вверх и два выпада тратишь чтобы он вниз не шел ты его должна один подняла нормально теперь по две карты по две карты добрали и надо всего два вверха сделать лишь не ходил ходили ходил хранцом перрон ну что там тушканы только да а вот вверх за каждое очко вашей совы это на два ну то есть на один вообще-то у тебя очко совок 4 а так все тогда на 3 вверх все блин я вот это забываю все примирились мы все по одной одной славе одному золоту одному опыту слава золото я вот я вот так чё там спим вообще-то трачу еду так потратил еду на один поднялся 0 на 4 сны здесь снятся ну в бельме там ничего по моему такого нет у меня хороший сон 107 ну мы уже точно видели поэтому просто тогда события следующие до ясная погода такое же прекрасно открываем 117 давай ты давай по одной 117 1 под попав сюда возьмите фиолетовую карту встречу блин а нам не найдем наверх надо было вообще он все уже открыли открыли там просто эти фунта подожди и оплот это не там где змеюка ночью ну нам помнишь туда типа приходите позже там типа вы ничего не можете сейчас можно что-то сделать ты точно помнишь там было что мы же можем сейчас посмотреть на что-то было такое да так ну во-первых наша с фиолетовая встреча фиолетовая встреча у меня кстати на фиолетовую встречу я беру 2 и выбираю одну погребальная масса переместились смотри здесь есть типа используется клет 33 нужны картика это сейчас старая достижение последнего как раз таки то что у нас нет то что мы и ну так может быть нам здесь мы и получим по одному очку по одному энергию за перемещение потратьте да пожалуйста потратьте кто-нибудь за меня и лучше еды и дрить что раку я достал вот у нас фиолетовая карта встречи но предтеча и плетеный человек 26 но мы с предтечей лучше будем сражаться он уволен 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 это значит макар больше беда после каждой атаки врага получать один неотменяемый ужас если у вас есть хотя бы 3 очка миролюбивости можете сбросить эту встречу у меня 2 о все берем противного человека и говорим пошел нафиг и говорим чувак мы как бы ну просто мимо проходим ну да мы типа миролюбивы и инструмент неудавшегося жертвоприношения ожил для мести ну типа он не видит нас угрозы мы слишком миролюбивы для него зачем блин круто я предлагаю все таки сходить по это поисследовать пошли кто идет все не давайте кто-нибудь один потому что мне надо еду сделать вот там змеи раз-два я сделал две еды хорошо потому что это и не надо нужно просто полазить там еще хорошо мы там тогда типа спускались испугались его и все еды кому давай мне и тебе а потому что ты магию я на медитирую во первых раз-два одну магию и да давай вдвоем все равно больше делать нехер в этом дальше мы сегодня не пойдем далее разведчики пошли вдвоем идите вдвоем хорошо так когда люди впервые ступили на авалон они поселились небольшом участке земли от отнятом у искажения мэрлином друидом артура ожидаемый нам нужно найти место где нет искажения это было самое первое место осаждаемые кошмарами и древними силами они воздвигли круглую крепость тинга тимутин делать его кон тинтагель и три долгих года отсиживались под защитой и стен отражая нападение чудес и готовы и готовились продвинуться вглубь острова после окончания завоевания возле крепости осталась лишь одна деревушка к несчастью девчонки мингир стали старейший из всех отрат утратил свои силы первым если у вас есть часть 2 достижения выжившие есть в противном случае выбирать одно перелезть через крепостную стену осмотреть безжизненный мингир пройтись по остаткам деревни сходить на местную водяную мельницу использовать скрипта у нас его нет ну лезем внутрь через крепостную стену обойда кольцо крепостных стен вы не заметили никакого входа лишь останки деревянного подъемника на вершине стены по ходу через него и попадали внутрь люди и припасы и поднимали в огромных корзинах при помощи системы лебедок вам же оставалось лишь карабкаться по отвесной каменной стене бросьте кубик и добавьте к результату один за каждое очко вашей змеи и мыши погоди у кого больше всего змея 3 не важно совместно а совместно о видишь не зря мы пошли вместе нет смысле у тебя ты прибавляешь и мышь и змею 5 вот-вот кубику тебя кидать мы же не важно ты можешь перекидывать а точно я же везунчик я думаю мы не будем это шире кидать 11 если вы проходите главу 13 смотрите главу 7 бля правильно а я не хотел первый оплот логично было догадаться что надо сюда идти если у вас есть до часть 2 достижения последняя гавань нету нет у вас никакой вернитесь начало локации сделать и новую по темном случае прочитать стоя на стене вы оглядывали простиравшиеся внизу развалены после шести столетий кольцо крепостной стены все еще было не было тронуто искажением вас посетила неожиданно догадка первое человеческое поселение на авалоне находилась здесь не просто так люди высадились на этом берегу поэтому что он был самым далеким от искажения и выжили здесь это место отлично подходило чтобы переждать бурю грозившую поглотить авалон была лишь одна заголовка огромный старый змей устроивший себе логово прямо под крепость уйти исследование окончено выманить змея и напасть ему да сейчас мы ему наваляем ну-ка змей выходи может меня подождем втроем пойдем что-то не пошел я же еду не давайте поспим и пойдем все вместе это опять кубик пробрасывать хочешь секрет плюс 5 у тебя да здесь нужно всего 5 выкинуть чтобы перейти на этот срок ну ладно поэтому это автоматом пара и ладно хорошо тогда спим давайте спать я его размотаю вот так мы видели поел разматываешь я магию съел один фух наконец-таки мне дофига этого так вот это все у нас уходит если че ну все давайте по одному а события новое новое событие бродячие чудовище берите карты из зеленой колоды встреч пока не откроете стража подложите в открытую локацию с наименьшим номером к нам или буква с нужно лесной змей а это да только он дважды атакует может еду сделаем страж тактик подожди он кладет к нам нападет он на нас начале дня когда он будет двигаться смысле а сейчас он не нападает с какого-то ну да тогда а мы можем в локации с ним исследовать по-моему нет может или можем или можем правило мне дай вам рассказывали в ужасном чудовище бродящим по окрестностям кто блин эту колоду мешал нафиг нам сейчас этот змея а это его младший брат того змея которого мы зовем на бой ну хотели змея вот вам змея разминка 15 я в карту встречи вы и ваш коман тут же оказываю вовлеченную боевую погнали так что будем наваляем учиться да денис да я опять две жизни потеряю но чё делать дождались вылезла его это от роде а а можно змея укусом змеи так что три денис должен его размотать змея размотать что там у нас внезапная атака 1 6 это 1 2 3 это 67 за счет за это карта сразу пол хп одной карты половину хп мы ему не нужны браки да ну еще со скалибром просто придется магии тратить трать блин как хорошо что мы тогда встретили этого чувака с глазами и цветами смотри ты за одну энергию тратил магии нет такого тоже нету на 1 все так есть магия еще две карты взял ну тут можно не брать потому что ему положи одну да вот так вот ему это 6 короче всем по опыту и 3 еды нам сделал по одной еде себе положительно отлично душа вообще кайф хорошее событие теперь все вместе идем исследовать потому что нам у того рода на на бой вызову давай чё надо бросить единичку до найти 5 пробросил ты потратил человек нет за кого играешь за правда честно за чеснок за честно ну чё давай мочить этого этого читай все потратили это есть пробросили пробросили австрофа 17 ну не зверя поехали 3 2 5 325 что змей такой вова полегче вы смотрели на 1 плот с высокой стены яма во внутреннем дворе выглядела настолько отталкивающие что вам невольно захотелось бросить все и уйти но народ авалона нуждался вас а может и вынуждались в нем не попросить ли вам о помощи проведите зеленую встречу с древним змеем в строфе 343 нету если у кого то есть карта секрета 27 нету нет там просто будет бонус также можете потратить 10 славы и 5 золота за игрока чтобы получить эффект в этой встрече во время каждой атаки врага отменять одно урон давайте тратим это славы у него 40 жизни а то есть минус один урон ну нормально это с блин это древний змей у нас славы дохрена и он хреначит 5 3 2 4 5 и ярость у него работает что там написано пока эта карта в игре все враги получают черту ярость но это надолго конечно но он уволен больше карты ну смотрите сколько там славиков надо по 10 славы с каждого ну то есть 20 20 у нас двое тебя ну тогда давайте я десяточку дам ну и мы по 5 давайте и что еще там все 10 славы и 5 золота у нас 10 надо кинулым золото 5 за игрока еще опять на у тебя дофига ну шо древний змей сейчас я он уволить поэтому по 4 карты берем и каждую активацию на минус каждую активацию у тебя в начале боя у меня начале боя минус 2 народ ну я начинай я сечу там защищу ты нам на одну активацию до похоже нет ни факт возможно больше потому что мне еще есть щит 2x внизу сразу каждая разыгранная карта боя добавляет в боевой резерв на один маркер меньше что каждая разыгранная карта боя добавляет в боевой резерв на один маркер меньше он меньше домажится это у нее дополнительное свойство нет уволение то на одну карту больше да ну смысле вот еще вот это надо учесть каждая разыгранная карта а ну считаю мне короче от эскалибру нет бонуса ну да а нам как бы 40 кошмар на первом уровне сразу 5 вносит это двойной урон сразу убивает это вообще реально и 35 смысли 5 как он убивает за 5 у нас на мин ярость 10 10 ран от 0 до 12 хабдыщ отменить можно только у меня 1 2 3 давай делаем да пофигу это это не честная карта это это давайте будем играть до завачания веков пока ему не победи давай она просто только навстречу распространяется на босса нет потому что это дисбаланс какой-то да я согласен до свидания за раз 10 ран это ну 10 а потом по 6 а потом опять 10 по 6 но хилится на 4 ладно давай погнали да все без нее игра да мы так тут уже знаешь сколько всего ночители хочется уже сюжет посмотреть они три часа драться ну я согласен зануды возьмите карту раз два три на один меньше но она удваивает смотри 6 его первая атака удваивает это подожди 6 за искали бы не считаем 6 карту взял карту зачитан 2x у нас замечательно так магию а потом я в пиндюрю вот магия заканчивать ты сейчас будешь формить дальше свои тратить буду на змея буду тратить ну следующей главе уже поформи вашей свой весь ход буду тратить на 2 магии практически только так поищем слабости за многие две карты взял опять у меня твой героический удар мой а за искалибур не кладешь потому что он типа это заблокировал так и хочу научить его этому приемчику героическому все отказывается подкладываешь подсовываешь ну давай ну попробуй чувак я тебе что-то покажу вроде запоминает он такой все забыл нет забывай это не мое ой 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 больно 6 6 переворачивать оружие не буду потому что я не буду блокировать 7 8 и просто плюс 2 до плюс 2 и в любом случае на стрессе магия быть настороже выберите атаку любую кроме эту после этого среди 2 раны вон только за магию замечать 2 раны есть и вот она размест и не на 2 змея оба щитом эти лоберан заблокировал все отлично вашу так погоди 10 14 давай 14 это 3 у меня сейчас есть хорошие все у меня я еще один ход проживу это главное за увольня и все 4 почему 5 у нас 4 блин я лишнюю взял этот героический удар все в руку взял нет перезарочен 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 вот эту последнюю доставал все и обратно наверх вернул вот смотри 4 6 она минус 1 5 на положи 5 так теперь с молнией надо да вот есть молния это еще 2 смотри это 2 минус 1 его броня съедает но получите 1 за каждый закрытый магический ключ еще раз два три это сколько смотри здесь 2 плюс 35 5 минус 1 4 4 добавь и все оставляй 23 2 раны это минимально что он наносит да ну давайте перебздим на 2 раны я просто мог бы положить давай я положу вот так я его не продамажу но я могу это сделать все члены команды могут применять молнии как плюсики и наоборот плюсики как молнии отлично хорошо аура решимости и и ключи хорош позже ну да так могу когда надо рискованный или бросок не рискованную ты сейчас отъедешь если рискнешь неудачно но она единственная без молнии как она отъедет с полным здоровьем объяснили ну да кстати рискованный бросок она проваливает получает сколько ран 2 2 2 защищает и потом еще 4 у нее защита еще 1 давай делай это сама как считаешь 1 2 3 добор карты сперва проброс счетчик хорошо это еще плюс 2 5 минус у него 14 еще добавить да так 27 уже снесли однако либо с плюсиком плюсик у тебя как молния работа вот есть вот вот x3 подкладываешь поиск слабости 1 рано вот этом плюсик мы заменяем на молнию рано откуда где где рано это фазу врага если ты закончишь он тебе нанесет ты играешь следующую это там x3 не убираю ну вот тот сыграй плюсик вот этот верхняя вот верхняя молния сходится но ты не закрываешь ну и что но она не сможет следующую карту сыграть почему мог давай посчитаем от этого смотри не сможет скорость в карту что ее карты видел сейчас подожди это раз два минус один от его брони один переверните используемое оружие или щит чтобы еще две нет оружие что хорошо тогда дальше за магию есть подложила x3 давай возьмите нет карту это вход врага ну сход следующего тогда оставь пусть тебе один урану китай и того сколько так у него сейчас 28 это 4 раны и 2 страха все походили да я не хочу тебя рассчитать не ходил нет не хотите расстраиваться до и броней быть не может ну все может уже потом она еще одна это кому-то отдай давай меня просто я вносил вот это вот по забрали на самом деле хотя ты еду делаешь две брони быть не может да понятно но она у меня уже знаешь сколько лежит то пофиг ну тебе все походили до по 2 карты добрали в да не важно я чё на тебя наезжаешь вот давай 3x у кого внизу двоечки у меня у меня есть ну я могу чуть-чуть его потрепать да а там как зайдет еще это как зайдет карта добрано сколько 20 28 ладно давай попробуем шарах это 4 минус 1 3 подбрасываем счетчик есть еще два я положу вот два за подброшенный счетчик положил мы одновременно с тобой положим просто потянулся рукой еще до того как я бросил он знал заранее что ты выкинешь грааль филипп я положил один который он блокирует здесь просто для ключей чтоб сыграть вот эту добрать карту нет мы ее тоже можем магического ключа нет тогда я отменяю один урон сколько мне влетает также 3 3 боевой клич сыграл давайте так это 30 ну чуть-чуть осталось 33 7 у денис сможет 7 он там нефиг делать накидывает нет у меня сейчас на меня даже плюсы как молнии не забываем молнии как плюсы я 3 максимум пока дел забросьте сразу же 10 верхних карт боя из колоды ты можешь сейчас ход закончить и на следующий ход его выпиливаем все заканчивай ход сколько ты получишь 4 минус твоя броня получаю урон 3 да и мы его выпиливаем и он получает 10 ран у меня броня 2 отменяется ну все ты получаешь 2 заканчиваешь ход в начале хода он ему прилетает 10 но 9 этого хватает чтобы его убить сильный замах неплохо отлично так разбираем желтый 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 синий серый 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 ничего нет нету за босс читаем дальше потом награда за него написано есть победили ваша битва с чудовищем на безмолвной арене древней крепости было достойно воспевания в балладах змей был убит и первый оплот мог вновь уберечь людей от темных и жестоких сил нужно привезти их сюда раньше чем явятся непрошенные гости или исполинская туша начнет глинить ну каждый член команды получает 2 всего лишь такого змея загасили всего два опыта получите часть вторую достижение последняя гавань и 4 еды о видимо остатки съедобные от змея верно есть 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 вот так две я еще магию слушал магию там кстати хватит так и чё и куда чё у нас еще есть какие там локации карта где у нас там внизу мы юг вообще смотрели ходили мы туда где карта мы оставили на кухню вот тут дерево какое-то вот кладбище кораблей и не помню чё там там были но вообще там наверно тоже с искажением все в порядке множество кораблей доставил на валон смелых людей большая часть этих судов покоится здесь но если они тут при там приплыли значит там тоже искажения не будет пошли туда посмотрим плати две магии давай один ты один я чего-то там можно рожать магии нам сейчас да одну раз два когда ты сможешь медальон вернуть на перейти туда мы сейчас сможем нет у кого-то лучше поспим если вы меня дотащить я у меня там уже и блин я это меня надо тащить но же по два же я сама сможет без изможения да нет давайте все делай еду и отдыхаем раз два три еще по одной еде им каждый из нас взял по одной еде бери бери да я сделал теперь спит энергия выше вот это их параметра восстанавливается выше здания то есть вот так вот все блин я туда мог измождиться я тоже могу измождиться сделать еще две еды очень раз-два еще одну магию делаю а это работает только когда я не ем получается отдыха нет почему почему или сейчас я еще на один могу да теперь у меня раз я потому что я поел тут всего лишь сны здесь снятся на первом там кэт херня блин кошмар у меня только не трата энергии пожалуйста один ужас за кошмар все остальное это так редко играет что-то прям серьезного там ничего не было события давай ночное покушение каждый группу за игрок выкинувши меньше за за больше номер короче серая карта встречи боевой отряд на семнашку я ум потому что она по все проводят с ним встречу в начале боя я теряю два здоровья сдох и вышел с боя искали бурда подвел искали бур он пьет мою кровь перекинул бы уже его по столи с маном давай ты мне его отдал хорошо но это не вариант потому что я так не вылечусь забери себе теперь раз-два пусть лучше ему тогда слышно не брус карт не боевые особо давай погнали же теперь на тебя вся надежда так группа защита это значит что первая карта там минус один защита каждая первая карта добавляет на один меньше группа на этапе две верхние карты искала давай я кстати тоже неплохо вышло короче главное ключи замени вначале я буду насторожен потом я ему сделаю критический удар тот дэйч это 45 и бросок с бедро раз-два повернул щит 3-4 еще 49 блин крест внизу крест внизу для меня не очень нормально давай я отнец я вот эти два не могу мне нужно щитом прикрыть урон да иначе я умру раз-два из-за доспех 3 все а это мы не играем опять ярость да пошла ну нахер эта карта но реально давайте каждый раз проигрывать заходить заново уже мы и так уже тут ослабили себе по все что угодно ребят вот вы видите самый easy режим мы считать ему чисто по сюжету идем а вы можете играть как хотите ну все я так смотреть не буду не смотри господи кому-то мы вас заставляем смотреть да ладно 4 короче не просто найдется же такие которые напишут пусть отписываются давай короче смотри вот так это ни о чем но самое главное что вот так это раз два три 4 так эту играть не могу ну все 11 подожди от 11 до 14 потеряете 3 он ничего не наносит но я получаю одну рану но он теряет на один кубик меньше то есть он 2 теряют вот так одна рано мне девять еще восемь осталось ну я вот так давай ну и сквально а да кстати твоя атака час удваивается первое нет у него каждая карта это уро понял тебе нужно эти все три карты выложить по-хорошему на самом деле пофигу как на сложите по чтобы не внутри как минимум будет он сбежит на 15 16 раз два три 4 4 я теряю это еще подожди потеряйте одну энергию потеряй потерял 1 2 3 4 от эскалибра 5 это если эта карта останется подожди у него 14 все заканчиваешь ход ему придает что 2 он отъезжает а это 16 будет были мне 17 значит он сбежит избежит а все это пролетит в начале хода следующего игрока едва получит то есть отхилит 1 по факту все походили да он срезает у всех по две карты не забывайте эта группа это что за группу две карты сверху колоды боя просто пролистать и по одной карте добрали давайте я похожу я им ничего не нанесу будут у сейчас он получит у него 13 нас два три 4 на прицельный атак следующий нанесет ему 3 он теряет 1 и сейчас еще 3 правильно 4 не 3 возвращает это потом вначале вот теперь вы ты ход заканчивая я заканчиваю ход вот сейчас отыграли вот теперь кто из вас ходит ну давай я вот сейчас он получает отходить давай он получает 3 вот давай героический удар отлично это будет 6 там я уже вижу давай кидай героический удар 6 7 8 пошел он так всем по опыту и по славе так у меня три золото два предмета смотрите с них упала целебный эликсир и ржавый меч на 3 хилка вот у меня этот денису на активируясь в бою можете получить я потом заберу тебя как только я выхилюсь я заберу обратно что ли он ржавым мечом типа можно один раз ударить либо он расколется на один кубик один кубик ну да это ржавый меч давай я возьму на самом деле можно мне три зона нет оружия они оставь хотя нет этот это а это оружие нет если я лучше искал его потом три золота еще на всех а по одному раздай все это мы чё делали синий серый синий мой мой серый 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 а это по событию это по событию по событию всю эликсир свой до за один раз два три накладки кораблей мы сегодня не идем это по мне это же я нас тащит но я сам я сам и давай мне искали бы да подожди у тебя не на многим больше не нормально у вас нормально я сам переходим с искали вру могу прям просто на удару здесь ночую здесь ночую поели поели хлоп сны на кладбище кораблей кошмар сон каждый персонаж кому хороший сон одну магию получает ой блин как здесь классно ночевать а кошмар один страх спасибо лучшим магию а таким уже да ну чё кто идет исследовать давайте вначале пустим этого разведчика муж вместе я не пойду где артур прибыл на валон на трех кораблях с рыцарями солдатами и простыми поселенцами все время пока шло завоевание к острову приставали новые корабли и вот однажды вся бухта оказалась заполнена судами скрепленная между собой цепями большинство этих кораблей затонуло в море оставшиеся сгнили на берегу под надзором старой крепости и вздымающегося из воды одинокого древа чья крова на мерцала древними колдовскими рунами посетить старую крепость подплыть к дереву поискать среди обломков секрет 33 нету тут можно покинуть авалон нужна глава 15 нет опа вот давай запишем запишем 15 главе можно отсюда свалить будет до покинуть кораблей покинуть авалон понятно то есть тут вот так нам блин запоминать нужны карты секреты 36 3 достижение последнего такая же фигня было три части последнего не третья часть ажи штука была в предыдущий только она была вторая часть мы ее там получили то есть здесь скорее всего третью часть короче ли заплаты все уйдем посетить старую крепость подплыть к дереву поискать среди облом крепость может дерево там она усветится каким-то странными древними рунами пошли к дереву точно в принципе все она идет ты идешь ты выбираешь дерево 5 если у вас есть карта секрета 78 нету есть а это искали бы что есть и нет 3 части достижения нет строго у вас это у всей группы нет 3 чего последний после утомительного плавания на перерез течению вы оказываетесь у торчащего из моря корня скарабкавшись на его скользкую поверхность вы вытянули но из ножен эскалибур боль от соприкосновения с шипастой рукоятью многократно усиленная морской солью была невыносимой перед вами мерцала нерушимая поверхность купола вы нанесли единственный удар вложив него всю свою боль и гнев купол распался и исчез уничтожены единственным что было на это способны хрень муж пристани был свободен и вашим глазам открылись древние корабли с нетронутыми временем островами и такелажем получите третью часть достижения последняя гавань каждый персонаж два опыта ну все конец главы мы можем заканчивать главу мы получили два вот мы нашли либо здесь я так понимаю либо на первом плоти либо здесь либо мы основеемся на первом плоти с жителями там остаемся жить либо сваливаем вместе с жителями отсюда да вот два варианта я бы свалил нахрен совал я тоже манал я этот остров нафиг он нужен что других остров нет давайте тогда что там какие указания а вот прикинь если бы у нас не было эскалибра мы что мышь могли вы не до сюда пришли другие варианты искать я думаю там еще там сколько части достижения этого ну значит пять вариантов пять до пять месяцев пяти нашли два два места вы немало повидали исходив остров вдоль и поперек что ж пришло время применить ваши знания на практике поздравляем будет закончили главу сбросите все карты событий для для ляляля сохнуть игру подготовка лаве 14 все все44 15 осталось что мы уже на финишной прямой мы покрасили собаку как же получилось так это ветра искажения либо phil слегка оглох вот бросок через колено героический удар древний змей слегка не в форме у дениса был угар эскалибр гадкий меч он впивается в ладонь артур на него взглянул и ответил сам носи